Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Агент Донни Инглиш. Перезагрузка. Действие фильма разворачивается через 8 лет после событий предыдущего фильма, и с тех пор карьера Сэра Джонни Инглиша ухудшается. За 5 лет до начала фильма его направились с заданием в Мозамбик, но миссия прошла ужасно плохо. С тех пор он живет в пещере в горах Тибета, прячась от всех из-за стыда, сожалений и обвинений в провале миссии. Фильм начинается, когда герой находится на крайне низкоморальном уровне, пока ему не дают еще один шанс. Британская разведка МИ-7 снова нуждается в нем, и ей надо вернуть агента, чтобы тот сорвал заговор группы киллеров, планирующих убить китайского премьер-министра. МИ-7 снова нуждается в миссии. 17 мгновений весны Время и место действия – Германия, канун победы в Великой Отечественной войне. Советский разведчик-полковник Исаев, он же штандарт-тернфюрер С. Штирлиц, исполняет последнее задание центра, диктуемое ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон. Пионский мост Действие фильма происходит на фоне серии реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, который оказывается в эпицентре Холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невозможное задание – договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота-самолета-разведчика Ю-2. Пион и Дивон Многие сотрудники британской разведки догадывались, что в ее руководство давно засел крот, работающий на Россию. Но те, кто отваживался об этом заявлять открыто, почему-то оказывались в отставке, остальные предпочитали помалкивать. Но подтверждение существования русского агента пришло с совсем неожиданной стороны. Начинается тайное расследование, возглавляемое находящимся в отставке Джорджем Смайли, и никто, включая высшее руководство разведки, не должен догадаться, что на крота снова объявлена охота. Пионские игры Натан Юйер – специальный агент ЦРУ, ветеран разведки. В свой последний рабочий день перед уходом на пенсию он узнает, что его протеже, талантливый оперативник Том Бишоп, находится в китайской тюрьме, и ему грозит смертная казнь. Профессионал экстракласса Мьюиру потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что Бишопа отдадут на заклание властям Китая. Теперь у Нейтана остаются считанные часы для того, чтобы, рискуя собственной головой, провернуть невиданную по дерзости операцию и спасти своего ученика. Шпионская игра Морберг – симпатичный молодой человек, выпускник престижного университета и разносторонне развитый интеллектуал. Однако его жизнь круто меняется, когда наступает Вторая мировая война, и мир оказывается в шаге от глобальной катастрофы. Учитывая отличные способности и умение держать язык за зубами, разведывательное управление США решает воспользоваться его услугами в серьезном деле. Из Германии требуется незаметно выкрасть Вернира Гезенберга – гениального изобретателя ядерной бомбы. Еще несколько шагов, и фашистская Германия сумеет создать адское орудие, которое способно принести огромное количество разрушений и бед. Бергу подбирают единомышленников и забрасывают в тыл врага, чтобы тот сумел разрешить тяжелую задачу и помог спасти мир от довольно существенной ядерной угрозы. Но сделать это окажется совсем непросто. Ему придется бороться с коварным и непредсказуемым врагом, способным в любой момент сорвать операцию от пасного лазутчика. Закон доблести – история о нелегких буднях элитной группы «Морские котики», которым поручено вытащить из пленов агентов ЦРУ. Выполняя задания, бойцы попутно уничтожают террористическую группу, в планы которой входила масштабная атака на США. Дети шпионов – два самых крутых шпиона в мире, Григорио Кортес и Ингрид имели одно и то же секретное задание – уничтожить друг друга. Но личная встреча не принесла им ничего хорошего. Они поженились и завязались со своим ремеслом. Через несколько лет исчезновение семерых спецагентов внуждает их снова вернуться в игру. Причиной послужило то, что их бывшие коллеги, самые крутые профессионалы, начали исчезать один за другим. Кортесы вновь нужны агентству, которое хочет, чтобы они раскрыли секреты некого пальчика, формирующего армию из детей роботов. Участь исчезновения постигает у супругов Кортесов. Их похищает коварный злодей. Теперь судьба пленников зависит от того, смогут ли их дети правильно распорядиться всеми новейшими сверхсекретными шпионскими штучками из арсенала легендарных родителей. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!